Приветствую вас! Давайте мы начнём с того, что скажем о характере взглядов, которые направляет девушка на парня. Это не значит ровным счётом ничего, во крайней мере, как правило. То есть, если девушка смотрит на парня, это значит, что у неё к нему любопытство, и любопытство является единственным, о чём можно говорить за 100% уверенностью. То есть, именно любопытство является то, что есть на 100%. В основном же, это может быть что угодно, начиная от элементарного интереса, или чего-то ещё, или может быть это просто чем-то парень выделился, и она на него смотрит. Нет, это не значит, что она ей понравилась, и что она хочет познакомиться. Довременные женщины таковы, как правило, опять же, существует исключение, что если она хочет познакомиться, то она идёт и сама знакомится. Но, не стоит думать, что если есть просто взгляд, то это обязательно означает, что девушка желает с вами познакомиться. Дальше. Дальше. Вы пишите, как правильно знакомиться с девушками, чтобы не было отказов с их стороны. Сразу вам возникает встречный вопрос к вам. Отказов с чём? Видишь ли, как вам это сказать, попонятнее. Девушка сама по себе, если она вежливый человек, да, то она вам не откажет. С её стороны, отказа, как такового вам, не будет вообще. Потому что вежливые люди, они не отказывают. Другое дело, для чего знакомитесь вы. Это, на мой взгляд, гораздо более интересная и гораздо более, если угодно, всего трепещущая тема. Для чего ознакомитесь вы с девушками? Что вы хотите, собственно говоря, чтобы она вам отдала? Что вы хотите, чтобы она вам предоставила? Ради чего вы с ней знакомитесь? Вот это момент, который вам нужно для себя, ну, как минимум определить. Потому что если вы хотите однакомиться с девушками, получить что-то такое вот конкретное, то, простите, этого вам никто не гарантирует. А для того, чтобы общение с девушками было максимально эффективно, вам нужно понимать, что для этого необходимо иметь как можно больше всего общего с ними, с девушками, в смысле. А для этого, для того, чтобы иметь что-то общее, нужно повышать свой кругозор и расширять свои интересы. Понимаете, если вы знакомитесь с девушками только для чего-то, только для, ну, допустим, только для, например, интимных отношений или только для романтических отношений, то в этом нет ничего хорошего для вас, потому что девушка может и не хотеть с вами вступать в такого рода отношения. Ей это может быть неинтересно. А если вы дадите ей понять, что вас интересует, например, она не как девушка, а как, скажем, человек, как интересный человек, как какая-то личность или как что-то еще вот такого плана, то здесь, возможно, для вас гораздо больше вариантов, на мой взгляд, чем если бы вы изначально и сразу знакомились бы с ней для каких-то романтических отношений. Понимаете, и здесь уже нужно вам самому обратить внимание на то, что вы делаете, на то, как вы делаете, на то, как вы ставите себя с девушками, на то, какие у вас интересы, какие у вас взгляды, можете ли вы поддержать, например, диалог, можете ли вы разговаривать на большое количество тем или нет. То есть здесь вот все зависит от этого, от подхода, по сути дела, к тому, как вы знакомитесь с девушками. Соответственно, если вы делаете это исключительно и только для каких-то определенных целей, то здесь, соответственно, вам и отказы, здесь вам, соответственно, и неприятные какие-то взгляды, ну и так далее, и так далее, и так далее. А если вы будете это делать, как бы, ну, в качестве, да, или представлять это как нормальное развитие общения, то тогда, я думаю, проблема у вас не возникнет. И для того, чтобы подобное развитие ситуации стало для вас возможным, я предлагаю вам задуматься о расширении своих интересов, о как можно более широком взгляде на свою деятельность, на свои ходы, увлечения и так далее. И как можно больше занимайтесь разными видами деятельности, для того, чтобы встречаться с людьми, чтобы взаимодействовать с ними на почве деятельности, и тем самым вы будете как раз-таки повышать шансы того, что девочка обратит на вас внимание. Из этого логично вытекает примерно следующее мысль о том, что для успешного знакомства с девушками нужно правильное их восприятие. Нельзя в начале отношений сразу воспринимать их только как девушек, то есть как ваших, потенциальных девушек. Это было бы не справедливо. Вначале нужно воспринимать девушку как человека и общаться с ней только лично на какие-то общие, отвлеченные, нейтральные темы, но обязательно такие, чтобы ей было интересно. Если девушке не интересно то, о чем вы ей рассказываете, то, к сожалению, можно утверждать, что она вам не то, чтобы откажет обязательно, но, скорее всего, общение ваше с ней не задаст, потому что ведь девушке она нам будет интересно. А поскольку интересы у каждого свои и интересы у всех предугадать достаточно сложно, то вам нужно озаботиться своими интересами и как можно большим количеством вещей, которыми бы вы увлекались, которыми бы вы занимались. И тогда у вас проблем с этим не будет вообще никаких. Потому что, ну, объективно, я надеюсь, вы понимаете, да, что, допустим, девочку вы увидели, допустим, девочку вы встретили, увидели, как бы, увидели, чем она занимается, увидели, что ей интересно, увидели, какие у нее интересы, ее в этих интересах поддержали, связалось общение, и на основании этого общения вы уже можете что-то там сделать и как-то себя проявить, чтобы показать, собственно, девушке, что вы, например, ну, например, интересный человек. А интерес – это всегда созвучие желаниям девочки, ее интересам и так далее. То есть, иными словами, это что-то общее. Это всегда что-то общее, понимаете? И если вы хотите знакомиться с девочками, то вам нужно, чтобы этого общего чего-то было как можно больше. А если общего не будет, то я надеюсь, что вы понимаете, откуда взяться к какому-то нормальному общению и откуда не взяться отказом. откуда не взяться отказом с девочками. А если вы, вот, не уверены в себе, такое тоже может быть, если вы в себе не уверены, то тогда нужно подумать, а почему вы в себе не уверены? Что заставляет вас чувствовать себя не уверенно? И попробуйте над этим моментом подумать. Определить для себя, из-за чего вы в себе не уверены. И тогда вы сможете определить, что именно делает вас таковым, то есть не уверенным в себе. И вы легко смоните, ну, относительно легко, конечно, этому противостоять. Поймете, в чем ваши проблемы, увидите, в чем ваши слабости. И если увидите, в чем ваши слабости, то тогда можете эти слабости достаточно легко купировать, достаточно легко отслеживать, управлять ими, и как следствие, если вы сможете ими управлять, то и минимализировать, вспомните их негативные последствия. Вот, я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались. Буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!